Деление ядра – процесс расщепления атомного ядра на два ядра с близкими массами, называемых осколками деления. В результате деления могут возникать и другие продукты реакции – легкие ядра, нейтроны и гамма-кванты. Деление бывает спонтанным и вынужденным. Деление тяжелых ядер – экзотермический процесс, в результате которого высвобождается большое количество энергии в виде кинетической энергии продуктов реакции, а также излучения. Деление ядер служит источником энергии в ядерных реакторах и ядерном оружии. Краткая история открытия Почти сразу после открытия нейтрона в 1932 году Джимсом Чедвиком начались исследования их взаимодействия с ядрами. В этом же году в США Эрнест Лоуренс запустил первый циклотрон, а в Англии Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон построили первый ускоритель протонов, способный расщеплять ядра. В ближайшие годы несколькими учеными – Ньюсом Бором, Яковом Фрэнкелем и Джоном Уиллером были разработаны важнейшие теоретические модели – капельная модель ядра и составное ядро, которые вплотную приблизили их к открытию деления. В 1934 году Ирин Кюри и Фредериком Жоля была открыта искусственная радиоактивность, ставшая серьезным толчком на пути к открытию. В это же время Энрико Ферми с сотрудниками подвергали различные элементы облучению пучком нейтронов. Среди этих элементов они исследовали и уран – самый тяжелый из существующих в природе элементов. Выводы, которые сделал Ферми из своих экспериментов, были сведены им к открытию трансурановых элементов и также не привели к разгадке реакции деления, так как дальнейшие результаты экспериментов для Ферми стали непонятными и неожиданными. Только через пять лет, в 1939 году, от Таганнам и Фрицам Штрасманам был открыт процесс деления идер. Эти ученые решили проверить необъяснимые результаты опытов, которые осуществили в Париже Ирин Кюри и Павел Савич. После облучения урана медленными нейтронами немецкие физики выделили радиоактивный продукт, который выпал в осадок при химической реакции на барий. Сначала они предположили, что выделенный элемент изотоп радио, химически родственный в абарию. Однако дальнейшие исследования привели их к заключению, что выделенный продукт является барием, а не более тяжелым элементом с аналогичными свойствами. Эта гипотеза опубликованная в статье о доказательстве возникновения щелочно-земельных металлов при облучении урана нейтронами и их свойствах, содержала революционное заключение, что облучение ядра урана нейтронами может привести к образованию ядра с массой примерно в два раза меньше первоначальной. Вскоре после этого Отто Фриш и Лиза Мейтнер дали физическое объяснение процесса деления ядра урана, о чем Фриш незамедлительно сообщил Бору. Во вскоре опубликованной статье Фриш и Мейтнер впервые употребили термин деления, подсказанный Фришу американским биологом Арнольдом. Тем временем Бор на знаменитой конференции по теоретической физике в Вашингтоне 26 января 1939 года сообщила об открытии деления урана. Не дожидаясь конца доклада, физики один за другим стали покидать заседание, чтобы проверить сообщения и в своих лабораториях. Летом 1939 года Бор и Уиллер представили статью «Механизм деления ядер», которой было дано объяснение механизма деления ядра на основе капельной модели ядра. Это модель, которая могла бы предсказать деление ядер, начало активно работать при объяснении его механизма, стадии процесса деления. Деление начинается с образования составного ядра. Спустя примерно 10-14 секунды это ядро делится на два осколка, которые, ускоряясь под действием кулоновских сил, разлетаются в противоположные стороны. Ускоренное движение осколков заканчивается спустя 10-17 секунд с момента их образования. К этому времени они имеют суммарную кинетическую энергию примерно 170 мэф и находятся на расстоянии друг от друга примерно 10-8 сантиметров, то есть порядка размера этому. Часть энергии деления переходит в энергию возбуждения осколков деления, которые ведут себя как любые возбужденные ядра, либо переходят в основные состояния излучая гамма кванты, либо испускают нуклоны и превращаются в новые ядра, которые также могут оказаться в возбужденном состоянии и их поведение будет аналогично поведению ядер, образовавшихся при делении исходного составного ядра. Испускание ядром нуклона возможно лишь в случае, когда энергия возбуждения превышает энергию связи нуклона в ядре, тогда он испускается с большей вероятностью, чем гамма квант, так как последний процесс протекает гораздо медленнее. Чаще всего испускаемым нуклоном является нейтрон, так как ему не нужно преодолевать клоновский барьер при вылете из ядра, а для осколков деления это еще вероятнее, так как они перегружены нейтронами, что приводит к понижению энергии связи последних. Энергия возбуждения осколков деления примерно равна 20 мФ, что намного больше энергии связи нейтронов в осколках, а следовательно возможно испускание одного или двух нейтронов каждым из осколков спустя 10-17-10-14 секунды с момента их образования. В результате практически мгновенно после деления составного ядра осколки деления испускают два или три нейтрона, которые принято называть мгновенными. Образовавшиеся ядра по-прежнему находятся в возбужденных состояниях, однако в каждом из них энергия возбуждения меньше энергии связи нейтрона, поэтому остатки энергии возбуждения излучаются в виде гамма квантов спустя 10-14-10-9 секунды с момента испускания нейтронов. Такие гамма-кванты также называются мгновенными. В дальнейшем движение осколков деления не связано с их превращениями, так как они увлекают за собой не все электроны исходного атома. Из них образуются многозарядные ионы, кинетическая энергия которых тратится на ионизацию и возбуждение атомов среды, что вызывает их торможение. В результате ионы превращаются в нейтральные атомы с идрами в основных энергетических состояниях. Такие атомы называются продуктами деления. Продукты деления имеют ядра со все еще избыточным количеством нейтронов по сравнению со стабильными ядрами в той же области массовых чисел и являются таким образом бета-минус радиоактивными. Каждый из них служит началом серии бета-минус превращений, заканчивающихся только при достижении стабильного состояния. Ядра одной серии составляют так называемую цепочку распада, состоящую в среднем из трех бета-минус-переходов, скорость которых зависит от избытка нейтронов, уменьшается по мере приближения к стабильному состоянию и намного меньше рассмотренных выше стадий процесса деления. Бета-минус-распад сопровождается испусканием антинейтрина. В результате бета-минус-распадов могут образовываться ядра в возбужденных состояниях, которые переходят в основные состояния путем излучения гамма-квантов либо, крайне редко, превращаются в другие ядра путем испускания нейтронов. Такие нейтроны называются запаздывающими. Следует отметить, что в процессе деления возможно образование частиц неупомянутых выше, либо осколков деления в количестве, большем двух. Однако эти события настолько маловероятны, что на практике обычно не рассматривается энергия деления. При делении тяжелого ядра выделяется примерно 200 мэф и более 80% этой энергии составляет кинетическая энергия осколков деления. Остальная часть распределяется между нейтронами, гамма-квантами, бета-минус-частицами и антинейтрина. При этом соотношение между отдельными составляющими энергии деления слабо зависит от делящей гасе ядра от энергии нейтрона, вызывающего процесс деления, превращающейся в теплоэнергии. На один акт деления в перерасчете на одном грамме прореагировавшего 235 удаёт. 5023 мэф равно 1,94 тысяча десять калорий равно 8,1 тысяча десять джоллей равно 22,5 мегаватт часа 1 мегаватт сут. Интересно, что около 5% всей энергии деления уносится с антинейтрина и не может быть использована. Энергия осколков деления мгновенных гамма-квантов и нейтронов превращается в тепло практически мгновенно. Энергия бета-минус-распада, составляющая примерно 7% всей энергии деления, выделяется постепенно в течение длительного времени. Так как бета-минус-распады происходят значительно позже момента деления ядра, это запаздывание приводит к так называемому остаточному энерговыделению в восстановленном ядерном реакторе, которое после остановки настолько велика, что необходимо принимать меры для охлаждения реактора. Причем в начале остаточное энерговыделение уменьшается довольно быстро. Треть за одну минуту 60%, за один час около 75%, за одни сутки. Затем энергия выделяется все медленнее, вследствие чего отработавшее в реакторе ядерное топливо обладает настолько большой радиоактивностью и, соответственно, остаточным энерговыделением, что требует длительной выдержки в специальных бассейнах с охлаждением. Распределение энергии деления мэв осколки деления. При делении двумя стами 35 у тепловыми нейтронами образуется около 30 различных пар осколков, преимущественно неравной массы. Самый легкий из них имеет массовое число 72. Самый тяжелый – 161. Наиболее вероятно, деление на осколки с отношением масс 3-2. Выход таких осколков достигает примерно 6%, в то время как осколков с равными массами примерно 10-2%. Такой характер распределения осколков по массам наблюдается для всех делящихся нуклидов как при спонтанном делении, так и при делении возбужденных составных ядер независимо от вида частиц, бомбардирующих исходные ядра. Кривые выхода осколков деления слабо различаются для разных делящихся ядер. Это говорит о том, что асимметрия в распределении осколков присуща самому механизму деления ядер. Такая асимметричность деления осколков противоречит предсказаниям капельной модели ядра, так как бесструктурная капля с наибольшей вероятностью должна делиться как раз на две равные части. Деление на неравные части объясняется в рамках оболочечной модели ядра как результат преимущественного образования ядер заполненными оболочками, содержащими 50 и 82 нейтронов. Однако асимметрия деления уменьшается при увеличении энергии возбуждения делящей гаси ядра и при больших в ее значениях исчезает. Например, в случае деления двумя стами 35-ю тепловыми нейтронами вероятность симметричного деления составляет примерно 0,01%, нейтронами с энергией 14 мФ около 1%, а при энергии нейтрона более 100 мФ распределение осколков деления по массам имеет один максимум, соответствующий симметричному делению ядра. Такая тенденция находится в согласии с предоставлением о применимости ядерных моделей продукта деления. Массовое число продуктов деления, как правило, не изменяется в процессе бета-минус превращений, поэтому выход осколка деления с определенным массовым числом можно рассматривать и как выход всех продуктов деления с тем же массовым числом. Таким образом, среди продуктов деления находятся в основном атомы с массовыми числами ядер в интервалах 90 до 105 и 130-145. Состав продуктов деления в общем случае постоянно изменяется, однако если процесс деления продолжается достаточно долго с постоянной скоростью, то в большинстве цепочек бета-минус распада достигается равновесие и химический состав продуктов деления становится неизменным. Каждый элемент при этом представлен многими изотопами из разных цепочек в состоянии равновесия из всех продуктов деления примерно 25%, редкоземельные элементы 15%, цирконий 12%, молибден 6,5%, цезий 16%, благородные газы. Количество продуктов деления примерно в два раза превышает количество разделившихся ядер, так как размеры всех атомов приблизительно одинаковы, то продукты деления занимают больший объем, чем атомы делящегося материала, что приводит к радиационному распуханию ядерного топлива, то есть образованию в нем пор, заполненных газообразными продуктами деления или рост его объема. Применение деления ядер – мощный источник энергии, которое человечество использует в больших масштабах уже более 50 лет. Применение свойства деления, которое заключается в том, что при определенных условиях реакция деления может быть цепной, привело к созданию ядерных реакторов, использующих управляемую цепную реакцию для различных целей и ядерного оружия. Использующего неуправляемую цепную реакцию, наряду с термоядерным, ядерное оружие является самым разрушительным видом вооружений. Крупнейшими международными организациями в области использования атомной энергии являются МАГАТА и ВАЛАЭС. Ядерный реактор и ядерный реактор – это устройство, в котором осуществляется управляемая цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Первый ядерный реактор в мире – Чикагскую Полинницу-1 – запустили под трибунами университетского стадиона в 1942 году сотрудники Чикагского университета под руководством Энрика Ферми. В рамках проекта «Манхэттен» по разработке ядерного оружия, спустя четырех года в лаборатории номер 2 Академии наук СССР по руководствам Курчатова с теми же целями был пущен первый в Европе реактор F-1 – первая в мире. Атомная электростанция в Обнинске с энергетическим реактором АМ-1 была запущена в 1954 году. Ядерные реакторы весьма разнообразны по конструкции и областям применения устройства. По характеру использования реакторы можно условно разделить на исследовательские реакторы, диапазон применения которых весьма широк. Например, реакторы, в которых потоки нейтронов и гамма-квантов, создаваемые в активной зоне, используются для исследований физических экспериментов в области ядерной физики, физики твердого тела, радиационной химии, биологии, для испытания материалов, предназначенных для работы в интенсивных нейтронных потоках для производства изотопов. Изотопные реакторы, используемые для наработки изотопов, используемых в ядерных вооружениях, например 239 ПУ, к ним относят реакторы, конвертеры и реакторы-размножители. Энергетические реакторы, предназначенные для получения электрической и тепловой энергии, используемой в энергетике, а также для оплеснения воды. Транспортные реакторы для привода силовых установок кораблей и подводных лодок. Такое разделение является довольно условным, так как применение реакторов часто не ограничивается лишь одной функцией. Самыми разнообразными и узкоспециализированными являются исследовательские реакторы, что обусловлено широким спектром решаемых ими задач. Энергетические реакторы кроме своих основных функций могут выполнять и другие, например энергетический реактор 1С в Обнинске в основном предназначался для экспериментов. А реакторы на быстрых нейтронах могут быть одновременно энергетическими и нарабатывать изотопы, которые возможно в дальнейшем использовать в качестве топлива или сырья для оружия. Оружейные реакторы кроме своей основной задачи часто снабжают свои рабочие поселки теплом и электроэнергией. История ядерной энергетики охватывает период более полувека и за это время она уже стала традиционной отраслью энергетики. В настоящее время доля выработки электроэнергии на АЭС во многих странах достигает довольно больших значений. Сейчас в мире насчитывается 433 энергетических реактора общей мощностью 366,590 гигаватта и 65 в стадии сооружения. Мировым лидером по установленной мощности АЭС является США и Франция. По доле выработки электроэнергии на АЭС первенствует Франция. США же занимает лишь 18 место. Пятерка стран по мощности долей выработки. Ядерное оружие. Ядерное оружие. Оружие массового поражения взрывного действия основанного на использовании ядерной энергии. Освобождающийся прицепной ядерной реакции деления тяжелых ядер. Это мощнейший вид оружия, созданный человеком, уступающий по силе взрыва лишь термоядерному оружию и обладающий множеством поражающих факторов. Разработкой ядерного оружия активно занималась фашистской Германии. Однако несмотря на серьезные успехи, ей не удалось завершить работы в этом направлении. Первое испытание ядерного оружия было осуществлено в 1945 году в штате Нью-Мексико, США. В этом же году единственный раз в истории оно было применено. На японские города Хиросима и Нагасаки американскими войсками были сброшены бомбы «Малыш и Толстяк», что повлекло немедленную капитуляцию Японии. Несмотря на то, что ядерное оружие было применено лишь один раз, его существование, обычно подтверждаемое проведением страной обладателем ядерных испытаний имеет огромное политическое и военное значение. Страны-обладатели ядерного оружия входят в неофициальный ядерный клуб, лидеры по этому виду вооружений – Россия и США. Со времен Холодной войны придерживаются доктрины ядерного паритета, при этом направляя политические усилия на нераспространение ядерного оружия. Пятерка стран, имеющих на вооружении наибольшее количество ядерных боеголовок. Интересно то, что ядерные взрывы многократно использовались и в мирных целях, в основном для отработки или, наоборот, интенсификации газовых и нефтяных месторождений, для чего разрабатывались специальные промышленные ядерные заряды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok